Всем привет! Это путеводитель по городам. Прямо сейчас мы находимся в городе Ладушкин. Маленький, уютный городок. Хорошая погода, кажется, вам там с мониторов, но на самом деле холодно, поэтому будем снимать, пока я не замерзну. Это проект ОКГУРЕВСК. Поехали! В общем, можно сказать про этот город? Ну, красивый город. Что здесь больше всего вам нравится? Здесь я? Ну, как вам сказать, здесь все парни спортивные. Я тоже спортом занимался, тренировал пацанов. Бокс, борьба. А сейчас чем занимаетесь в городе? Ну, сейчас я уже на пенсии. Успели? До реформы успели? Да, да, да. Есть стереотипы, что чем дальше провинция, уже какие-то города подальше, там какие-то такие бывают спорные ситуации на улицах, скажем так, ближе к вечеру. Да нет. Бывают такие здесь ситуации? Раньше были, а сейчас уже, конечно. А сами участвовали в таких? Ну, молодой когда был. Чаще приходилось догонять или убегать? Нет, догонять. Ну, ладно, братка, где? А как прощаются, как прощаются ладушкинцы? Как прощаются? О, вот это прям понимаю. Все, спасибо большое. Спасибо, братка. Вот это поворот. Классный город или как бы, типа, вырастим, уедем? Ну, как бы нормальный. Хорошо учитесь? Сразу давай. Ну, так себе нормально. Ну, это как? Ну, нормально. Ну, типа, три или четыре? Четыре. Четыре. А у тебя как? То же самое. То же самое. А сколько вообще лет получается, если вы в шестом классе? Это уже 12 лет. 12 лет. Смотрите, мне 26 сейчас. Вам 12. Через сколько лет, получается, вы меня догоните? Блин, сейчас. Вам 12, мне 26. Да, спасибо. Два 14 лет. Да? Да. Ты как считаешь? То же самое. Через 40 лет вы меня догоните по возрасту? Да. Здравствуйте. А? Окей, Ладушкин. Окей, Ладушкин, да. Вот, у нас, мы нашли первого подписчика своего. Смотришь наши выпуски? Ладушкин. Чем тебе нравится, чем не нравится? Почему, можешь все говорить? Ну, так, что Мамонову, это западная жопа в России, а это так, предзападная жопа. Преджопа, можно сказать. Да, да, да. Своего рода просаг такой. Почему? Прромежуток. Как всегда, типа, нечего делать просто. Да, нечего тут делать. Нарус пивается. Почему? Не работа, ничего, приходится. Значит, магазины есть, как минимум, распиваются, где можно купить? Не бутыли, только 4 штуки. А ты сам что, не ходишь в бутыль? По-честному только давай. После работы? Да. Если бутыль по пути, почему нет, а так любой магазин? Только, чтобы заглушить боль от того, что это жопа? Ну, нет. Нет? Скорее, от усталости от работы. Где работаешь, что-то? Администратор на автомойке. Если откроешь, как назовешь автомойку? Давай придумаем самое мощное название. Может, какие-то инвесторы тебе потом будут звонить, говорит, открываем? Да, просто автомойка от Дениса. От Дениса? Автомойка преджопа. Как тебе? Преджопа, тогда уже западная жопа. Да, западная жопа. Да, да, Россия. По актуальным новостям вводят наказание за оскорбление власти в публичных, в публичных, в интернете, в телевидении. Вообще, как ты к этому относишься? Да ебали они, я тебе скажу так. Поэтому их обсирают, поэтому им не нравится. Правда, это кусают за очко. Наказание еще вводят, типа, до 300 тысяч рублей штраф. И могут даже до 15 суток закрыть. После того, как ты это все сказал, это появится в интернете. Это не страшно, не страшно. Скорее всего, ты автомойку не сможешь открыть? Придется все деньги на штраф отдать. Я лучше 15 суток отсижу. Обратись ко всем, если ты смотришь нас, может быть, вот народ тебя смотрит. Люди, валите из Мамонова. Ну, мы Паладушкин снимаем. Из Паладушкина тоже. Все. Мы вас немножко отвлечем или у вас вообще нет времени? Ну, нет, пока микриков. Вы из Ладушкина? Я не из Ладушкина, но бывший житель Ладушкина. Сейчас живу в Калининграде. За время, пока вы здесь жили, вам вообще понравился этот город? Конечно, понравился. Хороший город. Работы нет, понимаете? Была бы работа, а здесь нет предприятия. Вот далеко. И, во-первых, транспорт, посмотрите, подорожало. Здесь вода очень плохая. Вам вообще понравился этот город? Конечно, понравился. Хороший город. Я здесь работаю. Я руководитель исполкома Ладушкинского местного отделения партии. Тогда вам актуальный вопрос. Вводится наказание за оскорбление и за критику власти в интернете? Правильно, потому что нельзя что попало говорить. Вы понимаете, должна быть какая-то совесть у людей. Они должны думать, о чем они говорят. Вы, как человек из политики, может быть, какой-то анонс нового закона? Нет, мы ничего дальше не знаем. Мы работаем в рамках. Все, больше нет никаких вопросов. Или нам дальше общаться, пока маршрутка не приедет? Нет, 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 спасибо. Все, надоели мы вам, да? Ладушкин? Да. Ты из Ладушкина? Да. Что можешь вообще про этот город рассказать? Блин, спокойный город на самом деле. Мне здесь прям комфортно. Мне кажется, тут еще и жарко, судя по всему, да? Да. Может, куртку купишь, наконец-то? Нет, только не заработала бы? Заработала, но двух работ. Чем вообще заниматься в ладушке, не молодежь, все-таки? Ну, с моим графиком работы я здесь только ночую. Ну, вообще, куда-то сходить? Вообще, какие-то есть места, куда надо сходить? Три места. Если человек новый, нужно посетить мемориалы. Новый, типа, родился только? Нет. Если человек, имеется в виду, новый... Первый раз приехал? Да, первый раз приехал. Мемориалы. Это до сопримечательности Дуб, которому более 900 лет, вот буквально там. Он видел все, да? Да, всю жесть, которая творила с ладушкой. Мемориал Ивану Мартыновичу Ладушкину, ну, в честь которого и названо. Мэр едет. Каким ты работаешь в Кёниге? Я говорю, парикмахер работаю. Мечтаешь о чем-нибудь, типа, открыть свой салон красоты? Да, я мечтаю открыть свой салон. Как бы он назывался? Салон красоты Регина. Регина. Что значит имя Регина? Давай, что это значит? С латыни переводится, как римская царица. О, так и назови. Что-то так же лучше будет. Салон красоты Римская царица. Нет, не созвучно. Нет? Регина. Вы проще. Хорошо, смотри, чтобы ты не мерзла, еще буквально 15 опросов. Вводится наказание за оскорбление власти в интернете. Да, слышала. Слышала, потому что вот недавно президент написал. Как к этому вообще относишься? К каждому человеку обидно, когда про него говорят всякие обидные вещи. Ну, то есть это такое, с позиции обиды, да? То есть власть обиделась просто? Да, конечно. Про Ладушкин приехали снимать. Что-нибудь вообще, что можно сказать про этот город? Наш город-герой. В честь, так сказать, танкиста нашего Ладушкина, который был основан, скорее всего, в 1946 году. До этого он назывался Людвиг Сорк. Что вас еще интересует? Чем вообще в городе можно заниматься людям? Раньше была дискотеки. Везде раньше были дискотеки, закрыли. Это же было единственное, что было у молодежи. Тусовка. Тусовка была, конечно. Все собирались в одной компании, просто стояли в разных тусовках, я имею в виду, группировках. Ну, так правильнее будет сказать. Да. Вводится наказание за оскорбление власти в интернете. Это вообще нормально, как вы считаете? Нет, меня, конечно, беспокоит по поводу пенсии, которые мы, скорее всего, не уйдем на эту пенсию. Помрем. Ну, так, грубо говоря. Давайте мы с вами договоримся. Вы помрете только тогда, когда вы продадите все, что здесь находится. Вот здесь. Серьезно? Да. Поэтому, мне кажется, вот благодаря вот этому вот диску можно даже снять «Монгол». Мне кажется, вы будете жить вечно. Спасибо большое. Спасибо вам. Про город снимаем, про Ладушкин. Вообще нравится вам Ладушкин? Да. Ага. Маньяка. Маньяка хотела бы сыграть, да? Ну, я бы хотела сыграть полицейского. В чьей банде был бы? С маньяком или с полицейским? С полицейским. Полицейский миг двое. Ты за кого был бы? За всех, короче. Как мы его назовем? Герман маньяк, двое полицейских и один за двух сторон. Четверо в компании или больше друзей? Больше. Много уже. А что остальные делают? Где они остальные? Они пошли домой, там, в компьютер сидеть. У меня это работает компьютер, только это папа не разрешает. Кем хотите в будущем стать? Последний вопрос. Боксером и маньяком. Все понятно. Буду с топором и накачанными мышцами. Подхожу к одному. И все, дедушки забираю и убегаю. Уважаемые родители, можно сейчас к вам обратиться? Пожалуйста, не отбирайте клавиатуру у детей, не выключайте интернет. Пусть они поиграют. Лучше там, чем на улице, да? Конечно. Давай к папе обратимся. Разрешай, пожалуйста, поиграть в компьютер. Или ты в будущем станешь кем? Маньяком и боксером. Все, выбирай, что лучше. Что можешь вообще про этот город рассказать? Ну, что этот город назван в честь знаменитого танкиста Ладушкина. Как вы звали? Не знаю. Ну, не важно. Хорошо, дальше что еще можешь сказать? А вырезать можете это? Вырезать? Да. Давай не будем, нормально. Нормально? Да. Ну, ты живешь же здесь? Я живу, ну, не здесь, я живу в поселке. Рядом, сладышко. Да, приходится сюда. Ну, не тусуешься здесь? Нет, я здесь не тусуюсь. Друзей тоже нет. Хобби у тебя, может, какие-то есть? Хожу с металлоискателем по лесу. Ничего себе. Находил что-то? Конечно, монеты, бляшки, все находил. Мину прям даже находил, бывало такое? Да, конечно, бывало, мин очень много. Какая вероятность, что вот мы сейчас вот здесь стоим с тобой, и где-то там мина может быть? Процента три. Именно здесь. Три процента? По городу. Давай дойдем, давай чуть-чуть дойдем. Давай дойдем, бля, мне сыгат. Три процента, ни хера себе, а ты меня успокоил. По городу. Все, вот здесь нормально. Есть у тебя фотки? Как ты вот с металлоискателем? Нет, такой пыли мы бы здесь вставили, естественно. Мы с фотошопием. Давай, тебя и металлоискатель. Все, здесь прямо сейчас появится твоя фотка. Вообще, желательно этим не заниматься. Как бы это вообще, потому что не разрешено. То есть ты хулиган такой, да? Металлоискатель в законе. Пробовал металлоискателем друзей найти? Нет. Нет, нет. Не работает так. Их там нет. Что можно сказать про город Ладушкин? Что, просыпается потихоньку. Просыпается? Он до этого с пячкой был, да, видимо? Да. Где работаете здесь, если не секрет? Ну, я работаю в детском саду, дворником. В детском садике работаете? Честно, бесят дети. Да, ну, прикольные ребята. Не надоедают они? Прикольные ребята. Мусорят же, наверное. Они же еще ничего не понимают. Ну, у нас и работа такая, за ними убирать. А взрослые мусорят здесь в Ладушкин? Конечно. Они же тоже как дети. Серьезно? Все как дети? Можно сказать, что Ладушкин – это большой такой детский садик? Да, да. Да? Точно, точно. Пора просыпаться уже. Люди нормальные здесь? Да, добрые. Еще последний раз они тебе сделали доброго. Давай вспомним. Расскажите, что они про Ладушкин. У нас есть волонтерство здорового поколения, которое помогает инвалидам, ветеранам. Ты там состоишь? Уже нет. Я уже не помогаю. Почему? Поняла, да, что это типа такая тема, видимо, такая, да? Ну, как-то да. Смотрите, у вас есть сейчас возможность, последняя возможность свалить из города. Да, не хотите свалить? Не хотите свалить? Если не сядете, то все, вся жизнь под откос пойдет. Не, не, не. Все, остаемся ладушки. Патриоты. А сколько тебе лет, если не секрет? 17. 17. Смотри, мне 26. Через сколько лет ты, получается, меня догонишь по возрасту? Не знаю. Тяжело думать. А? Тяжело думать. Через сколько ты меня догонишь по возрасту? Если тебе 17, мне 26. Я не знаю. Про город Ладушкин что можете рассказать вообще? Могу рассказать, что хочу похмелиться. Я вам расскажу сейчас еще больше. Давайте. 100 рублей сначала, давайте мне. У меня есть 200 рублей, но на 200 рублей надо будет еще больше рассказать. Дальше идем. Похмеляться надо, во, вы говорите. Праздник, может, какой-то был. Праздник? День города был. Я плясал. Когда был день города? Нет, нет, масленица была. Нет, 1 сентября. Вы 1 сентября отмечаете? Конечно. Нормально. Так, вы, это самое, вы сейчас, это... Это не телевидение, юмористический проект. Я стану звездой, что ли? Да. И мы еще вам заплатим 200 рублей за это, еще ни у кого такого не было. Честно, дерьмо был день сегодня, пока нас не встретили? Дерьмо. А после того, как нас встретили? Мы вас полюбили. Мы обещали, честно. Как звали? Юрий Викторович. Игорь Викторович. Братья? Мы не братья, но можем целоваться. Да ну нафиг. Подожди. А может, песню спеть какую-нибудь? А давайте, почему нет? Вот, подожди, не подставляй. Я просто, чтобы звук просто шел. На хуй похоже? Да то, что там пару волосиков, ничего не значит. Да. Да, а я знаю, что это волосики? Я не знаю. Четверостишья. Живи, лови, минуту счастья. Но не узнавши человека, не отдавай своей душе. Все. Все? Да. Может, песню все-таки? Песню? Ну, Катюша. Катюша все знают. Там же имя надо просто переделать. Меня зовут Руслан. Можно как-то на Руслана переделать песню? Что, расцветали яблоки Руслан? Нормально же? А еще 9 мая, у моей сестры день рождения, 9 мая. У меня 8 августа, у двоюродной сестры у меня 8 августа день рождения. По два праздника в день, правильно понимаю? Да. Что наделали знакомые с вами? Вот из-за них вам приходится больше отмечать. А я скажу тебе, потому что родителей ебались слишком много. Чего так ругаешь? А я не ругаюсь, я говорю правду. Много прям? Видать, дохуя это, блядь. Ну, если бы они этого не делали, вас тоже не было бы. Да. А я им благодарен, кстати, очень сильно. То, что они ебались слишком много. Я вас искал, между прочим. Кто ищет, тот? Всегда найдет. Тихо, тихо, зачем вы так? Так ты не подставляй его. Да я не подставляю, вы сами плюнули сейчас на него. Я не плюнул, я дунул. Не дай бог, только, блядь, в интернет выложите, нахуй. Да мы деньги вам дали. Блядь, не выкладывайте, нахуй. Тогда деньги обратно надо отдать. Не отдам, не хочется, вы меня сняли. Тогда можно выкладывать или нет? Слушайте, мы вас сняли, вы говорите, не выкладывать, но и деньги взяли. Тогда еще 200 рублей. 200 рублей? Нет. А сколько? Машина? Сошлых-бошлых. Нет, машина мне нахуй не нужна. Хорошо, согласен. 500 рублей. О, да. Договорились? Да, блядь, не суть им. Да, это звук идет просто. Мы пойдем дальше уже зарабатывать где-то деньги. Целоваться не будем? Нет. Не надо. Четку? А потому что я не бритый. Да. Только поэтому. Приехали сюда, лишили всех денег, которые у нас были. Я тебя нарисовал. Я тебя украсил. О. Ну, так и не познал твоей любви, блядь. Ну, что ж, друзья, судя по моему виду, можно понять, что выпуск подходит к концу. Да, мы это сделали. Мы замерзли. Пишите, кстати, куда мы еще не приехали. Может быть, мы что-то еще забыли. Может, пока мы снимали путеводители по городам, еще какой-то новый город у нас какой-то создали. Мы об этом просто не знаем. Подписывайтесь на канал. Мы это очень любим и уважаем. Все. Это был проект ОК Гуриц. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok